Я звонила бесконечно своему сыну. Он не взял трубку, не брал трубку, а он, по-моему, поднял, потом или не понял, когда я сказала, да, он мне говорил, услышать моих детей, говорю, где они? Он мне сказал, они спят, я говорю, да, мне телефон, он сказал, они спят навсегда. Каждое слово о том дне матери погибших детей дается нелегко. Показания, то и дело превращаются в слезы и крики. Я не могу, не могу, ты понимаешь, не могу, я с ума схожу каждый день. Убийца, вот кто ты, просто отнял у меня жизнь, понимаешь, я существую, не живу. Не могу. О том, что он задушил 10-летнего Самира, 4-летнюю Вику, отчим заявил в день убийства. Повторил это и на прошлом заседании. Сказал, что это было местью. Но в присутствии бывшей жены он передумал. А что вы можете сказать, как это произошло? Вы же там были. Мы заявили, что 27-го, 26-го, 17-го в рамках вы были дома. Что же там могло произошло? Кроме вас, как мы заявили, никого там не было. Вы и двоих малолетних дедачок. Что же там произошло? Она ключи часто убила, я не знаю, где он их лишал. Ключи не было даже месяцами дома. И у нас было три пары. Одной пары постоянно. Я у вас уже ключи запитываю. Я у вас запитываю, что могло вашей родине трапить, что загинуло двоих малолетних детей страшной смертью. Что вы можете сказать? Ну, любые мои взятые ключи за кельком забудут. Свидетели в один голос твердят. В квартире никого, кроме Анатолия, не было. В то утро Нина попросила проверить, все ли в порядке с детьми свою сестру, пока она на работе. Мария нашла бездыханные тела детей. Не исключено, что перед убийством отчим напоил Вику и Самира спиртным. Смотрю, Самирчик лежит на кухне. Головой вниз, пена сорта. Викуся лежала на диване. Я говорю, какие спят? Я когда увидела Самирчика, как он лежал, я его взяла за барки и кинула в кладовку, толкнула и забежала к детям. Я начала, вот эту Самирчика подняла на кровать и начала откачивать детей. И я чувствую, что от Вики спиртным шло. По словам матери, на тот момент они уже были в состоянии развода из-за того, что он несколько раз поднимал руку на ее дочь. Но в ту ночь она пожалела бывшего мужа, когда он пришел к ее подъезду с разбитой головой. Не верила, что он способен на подобное. Следующее заседание пройдет 21 ноября. До этого времени подсудимый проводит в СИЗО. Анна Городенцева, Анастасия Кричко, телеканал Репортер.